Слава Богу, что Он живой! Вы знаете, потому что Бог живой, и я живой, и ты живой. Если ты же не живой, ты можешь быть живым, потому что Бог живой. Смотрите, Иисус пришел на землю для того, чтобы человек и Бог общались. Но для того, чтобы полноценность пришла в том, как Бог работает с тобой через тебя, важен один момент, что тебе открылся по отношению к Богу. Или по-другому, что ты говоришь сам о себе в Боге, что ты получил откровение. Вот это уровень понимания, что Бог, ты вместе, кто ты в Боге, определит, сколько сможет двигаться через тебя Бог. Сегодня я вам предлагаю смотреть эту проповедь. Что ты говоришь о самом себе, исходя из того, что Библия говорит, или Бог тебе открыл. Давайте послушаем. Сегодня в проповеди у меня есть название «Кто ты и что говоришь о себе самом?». Дело в том, что этот вопрос о том, кто я, он важный, важный вопрос. С самого рождения, при том, у каждого ребенка и человек сразу мыслить «Кто я?». И получается, вопрос идентично важен. Если мы не получаем адекватные, нормальные ответы в жизни, мы легко себя сможем потерять полностью. Кто я? Вот поэтому важно, как родители, чтобы мы всегда вкладывали правильные вещи в детях, потому что они важны. Основные источники, как отвечать на этот вопрос «Кто я?», исходят из другого вопроса «Откуда я?». Вот вопрос «Откуда я?» определяет, кто я. Когда человек не знает, откуда он, он начинает придумывать, кто он. Дело в том, что после грехопадения Адама и Евы дьявол посеял на землю много вариантов, вариаций в том, кто мы. Настолько разные лжи вошли в жизни человека, что где-то человек начал себя потерять. И очень сильно многие вещи возникли после Вавилонской башни. И тогда очень много чего родилось в большинстве религий мира сегодняшней, от буддизма, везде, все, что вы можете придумать, оно имеет свои корни именно тогда, когда человек впервые захотел быть хозяином сам себе, отделённым от Бога. Хозяином сам себе, создать себе имя, память себе. И вот когда начал себе, 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 вот это всё началось. И отношения с Богом, они начали теряться. Ибо мы все, как овцы, заблуждались, каждый в свою дорогу. Вот как, например, Самуил, пророк, он с Богом, с народом. И где-то они говорят, а мы хотим своего царя. Кому можем сказать, что мы хотим? И вот это желание быть я, отделно, сам собою, оно всегда открывает пути всему плохому. Вот когда младший сын пришёл к отцу и говорит, папа, дай мне моё, я пойду сам и распределю с собою, что хочу делать с тем, что моё. И так была открыта дверь для большой потери всего, что он получил. На самом деле же, откуда мы? Библия чётко говорит, что Бог есть Творец. Кто-то говорит, это религия ваша говорит. Когда ещё не было все религии, не было ни христианства, ни ислам, даже ни иудаизма не было. Просто не было ничего. Был Бог и человек. Христианство – это живые взаимоотношения с личностью, имя которого Иисус Христос. Вот заметьте, как говорится здесь, Бытие 1 глава 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладичествует». Заметьте, Бог создал человека по образу своему, по подобию своему. То есть, Он создал дерево, Ему понравилось, хорошо. Создал птицы – хорошо. Создал рыбы – хорошо. Когда Он всё создал, всё красиво зрительное, весь национальной географии и discovery, всё создал, создал все острова, самые лучшие места для путешествия, для отпуска. Вот когда Бог всё создал, Он решил, мне нужно, чтобы на земле было на меня похожее, которое будет представлять меня, и всё это управлять. И Он создал человека. Поэтому Библия говорит о том, что однажды пришли к Иоанну Крестителю, ему задали вопрос. Евангелие от Иоанна 1 глава 22 стих по 33. «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» А Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправите путь Господу, как сказал вам Исайя. Я не знал его, но пославший меня, крестит в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым». Первое. Иоанн Креститель, «Кто ты?» Этот вопрос каждый из нас должен ответить. «Кто я?» Когда в зависимости от того, как ты ответишь на вопрос «Кто я?», от этого зависит твое отношение с людьми, с Богом, со всеми, что вокруг тебя. Второе, что я вижу, людям интересно. Кем ты себя видишь? Поэтому заметьте, кто ты? А Иоанн Креститель, он говорит, «Я голос вопиющий, а где он взял эту информацию?» 33-й стих написано, «Тот, кто послал меня крестить, сказал мне, скажите мне, кто поручил Иоанна Крестителя крестить? Скажите мне, Бог. Иоанн Креститель нашёл себя в Боге. Он получил информацию от Бога. Он поручил понимание от Бога. Ему открылся, кто он от Бога. Вот поэтому, если вы заметите, он так смело заявлял, не пытаясь давать подробностей никаких. Потому что он знал, откуда он взял информацию. Заметите, когда я начинаю понимать, кто я, то это даёт мне в жизни моё лицо. Я начинаю себя вести и, соответственно, исходя из того, кто я. И кто я, я получаю от того, кто меня создал. Важно, чтобы мы с вами знали. Вот. Иисус Христос. Мы верим в живого Бога. Мы верим в Иисуса Христа. Мы не пытаемся верить. Мы уже убеждены. Он наш Господь. Он взял на себе наши грехи. Он умер. Он воскрес. И Он вернул меня к Богу. Теперь, кто я, закрыто со Христом в Боге. Я там. Я часть. И когда вы со мною не критикуете Иисуса, не критикуете церковь, Бога, Божьи дела. Нет. Я убеждённый христианин. Убеждённый. Скажите Амин. Библия говорит в Колоссянам 3, 1 по 3. Павел пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горного, где Христос сидит одесною Бога. И о горном помышлайте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда у вас в жизни любой вопрос буксует, усиливайте ваше богоискание, углубляйтесь в Иисусе Христе, углубляйтесь в общение с Богом, потому что все вопросы человека от его личного самовосприятия, семья, работа, бизнес, неважно что, когда он ищет Бога, когда он общается с Богом, когда есть обмен информацией с Богом, он процветает по всем направлениям жизни. Господь Иисус искупил нас, Он оплатил цену. Ты куплен очень дорогой ценою, и ты очень ценный, и ты очень важен. Бог считает тебя ценным. Крест Голговский что показывает? Крест Голговский показывает сколько мы стоим, ценность наша. Потому что когда Бог захотел нас искупить, Он пришел, умер вместо нас. Мы куплены дорогою ценою. Что же куплен? Твой Дух куплен, скажи Амин. Но Библия говорит так, тела ваши не ваши, а суть храм живущего в вас, Духа Святого. И вы куплены, и вы не свои, даже ваше тело не ваше. поэтому стоять перед зеркалом и проклинать себя или часть этого тела вы не имеете права. Не имеете права. Я знаю людей, которые смотрят на себя, проклинают себя, как это часть тела своего проклинают. Не имеешь права. Это тело храм Бога живого. Твое тело куплено, и ты не свой. Поэтому обращайся со своим телом с уважением, корми его хорошей едой, дай ему хороший спорт, спорт хороший. Тело твое куплено, это не твое, это имущество кого-то другого. Бог выкупил и твое тело. Дьявол всегда любит искажать образ или знание о том, кто ты. Твой взгляд на Бога, твой взгляд на себя, твой взгляд на людей. Он любит искажать это, потому что он знает, если у тебя будет искаженный взгляд по отношению к Богу, по отношению к себе, по отношению к людям, у тебя будет искаженное все на земле, и ты не состоишься. Когда Господь Иисус пришел на землю, Господь Иисус знал, кто Он. И Он пришел в Иордан, и Иоанн Креститель заявил, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Иисус знал, о нем говорили, четко понятно. Теперь задача дьявола было как бы искажать это все в нем. Если искажать, то он будет неуспешным. И когда мы читаем Евангелие от Матфея 4 глава, смотрите, как дьявол пытался искажать. Матфея 4, 1 по 4 стих. Тогда Иисус возведен был Духом Пустину для искушения от дьявола. И, постивший сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель. И сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни си сделались хлебами. И он ответил, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходя из уст Божия. Иисус сын Божий, да, а сатана любит, но подтверди, что ты тот. Вот этот дьявольский ловушка, который заставляет нас подтвердить то, что мы уже знаем. Вот это слово «если ты» это чтобы вызывать у тебя сомнения. Вы не представляете сколько людей развалились в долине если ты если ты красива почему твой муж если ты такой умный почему твоя жена почему если ты почему твоя работа если ты почему твой бизнес если ты почему твои молитвы если ты почему это если ты почему это если ты если ты невиновен почему такие сни тебе снятся если ты. И мы начинаем всю жизнь тратить попытку доказать. Что ты пытаешься доказать? Доказать то, что у тебя уже есть. Первая попытка дьявола была докажи, что ты сын Божий. Чем? Поменяй камни хлеба. Материальные вещи. Никогда не строй свою идентичность. Кто ты, исходя из хлеба, одежды, машины, квартиры, дом. Это все нужно. Это все необходимо. Но если ты строишь свою важность оттуда, ты будешь самым пустим человеком и грустным, и одиноким, и брошенным на земле. Есть важность, которая приходит от того, что ты питаешься Словом Божьим. Есть определенное пополнение, которое приходит внутри тебя от откровения Слова Божия. Второе. Дьявол пытался искажать идентичность Иисуса. Он говорит ему, Матфея 4 глава, 5 по 7 стих, написано, потом берет его, дьявол, святый город, поставляет его на крылья храма, и говорил ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелям своими заповедили о тебе, и на руках понесут тебя, да не притекнется о камень ногой твоей. А он ответил, написано, также, не искушай Господа, Бога твоего. То есть, делай что-то такое невероятное, чтобы так аплодировали тебя. Такие популярности, похвала, чтобы все сказали, ух ты, вот круто, точно, как блюдный сын сделал. Когда пришел блюдный сын, 18 лет, или сколько, там ему было лет, со всеми своем, все девчонки сказали, вот это да, в таком возрасте, я такого еще не видел. Да, они еще не видели, это правда. Но какой был конец? Конец был, хочу кучу трошки, свиньи, дайте, не дам тебе. Вот конец какой. Поэтому и дьявол предлагал вызовы, аплодисменты, и от этого строй себя свою внутренность. Пытайся чувствовать себя важным от аплодисментов. Найди свою ценность в Боге. Восьмой десятый стих Евангелия от Матфея. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царство мира и славы их и говорит, я все это тебе дам, если ты поклонишься мне. Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу, Богу твоему, поклоняйся ему одному служи. Влияние и власть. Ты поклонишься мне, я дам тебе царство. Это вообще-то ему принадлежит. Он пришел взят законным путем, но ему предлагают поклониться, я дам тебе власть и влияние. Власть и влияние одно из самых вещей, одно из самых таких вещей, которые дьявол использует, чтобы испортить наше всего. Иисус, заметите, на все три вопросы. На первую он сказал, живем только словом Господом Бога. Третий, не искушай Господа Бога твоего. Третий, поклоняйся только Господу Богу. Иисус говорил, все, что ты предлагаешь дьяволу, я все могу получить правильно в Боге. И быть важным, и быть накормленным, и быть одетим, и быть важным, и ценим, но в Боге. А твои методы, они радуют меня на пять минут. Я начну жевать шашлык вкусный, но через три минуты шашлык превращается в песок и не кушается. Найдешь Иисуса Христа, найдешь Бога, ты найдешь самого себя. Кто ты, и ты наполнишься Богом и Его жизнью. Два примера. Первое. Заметите, что одно из важных вещей, что нам важно знать о том, кто мы. Первое. мы приняты. Скажите, я принят. Библия говорит к Ефесянам 1, 5, по 7, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати, которую Он благодатствовал нас возлобленным. Вот где написано «облагодатствовал», имеется в виду, который Он проявил, принял нас в своем возлублении. Мы усыновлены. Когда мы приняты, то даже когда мы приходим в церковь, мы не ищем в этой церкви, чтобы меня любили. Если меня не любят, я уйду из этой церкви. Я настолько возлублен, меня уже Бог так любит, так я уже принят, я уже переполнен, что я не ищу любовь, я ищу кому дать любовь. Номер два и последний. Кто я? Я представитель Господа Бога на земле. 2 Коринфянам 5, 20 Библия говорит, ибо итак мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим примиритесь с Богом. Мы представляем Господа Бога здесь на земле. Скажите, я представитель Господа Бога. Когда у Бога есть дела на земле, Он работает через тебя. Когда у Бога есть задания на земле, Он работает через тебя. Когда Бог хочет кому-то помочь, Он помогает через тебя. Когда Бог хочет поддержать, Он поддерживает через тебя. будь рукой Божьей, будь сердцем Божьим на помощь другим людям. Слава Богу, что мы Божьи дети. Я, например, говорю о себе, я Божье дитё, я рождён от Бога, я возлюблен у Бога, я Богом призван, я помазан Богом, Бог меня отделил для своего дела, я послан к народам мира, я послан к разным городам, чтобы принести туда Евангелие и исцеление. Я постоянно говорю о том, кто я во Христе. Это важно, каждый раз об этом говорить, чтобы утвердиться, и также, чтобы оно стало реальностью в твоей жизни. И одно из вещей, что я обнаружил однажды, это то, что Бог меня призвал и помазал. И вот я об этом узнал, сначала не очень соглашался, а потом понял, чего я буду от этого убегать. Это моё. И я согласился. И как только я согласился, Бог начал творить чудеса через меня. И сегодня хочу вам показать несколько свидетельств, где Бог творил чудеса. У Виктора Петровича на протяжении длительного времени были сильные боли в области поясницы. Во время молитвы боль уменьшилась, и он почувствовал облегчение. Здравствуйте. Что ещё у меня, значит, плохо сливались буквы и цифры, вот как-то... Не было чёткости видения. Сейчас я углушил, смотрю, всё чётко вижу. Всё чётко? Да. И слезы, чечения были сильные, плохо слеза проходила. А сейчас я что-то свободно чувствую себя. Вы понимаете, это как будто он друг Божий. Это такое ощущение, что стою возле друга Господа Бога. Я вас так люблю. Слава Богу. У Веры Кизминишни на протяжении длительного времени была боль в суставах. Ей тяжело было стоять. Сейчас, во время молитвы, она почувствовала значительное улучшение. У вас была боль в суставах? В суставах было. И за это была боль у нас стоять? Не только стоять, а меня сюда и туда в разные стороны клонило, понимаете? А сейчас я могу держаться немного на ногах нормально, понимаете? Вы сказали немного, давайте немного попробуем без этого. Немного, я много вас не заставлю. Хорошо? Хорошо. Немного. Отпустите его. А вы за мной держитесь. Хорошо? Немного давайте. Немного на ногах. Немного. Останавливаемся. Поворачиваемся. И туда идем. Немного, немного, немного сама. Мы рядом, никто вас не бросает. Немного же, немного просто. Слава Богу. Господь благословляет ее, Отец, во имя Иисуса. Ви Си Ти Ви – это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Место для мужчин и для женщин. Место для молодежи, подростков и для самых маленьких. Место, где каждого человека поддерживают, помогая найти себя. Церковь Победа – это место для всей семьи. Начинайте свой день с добрыми песнями христианских групп. Укрепляйте свой настрой мотивационными проповедями, которые дадут вам победоносный внутренний дух. Доступно и практично о бесценных жизненных принципах настоящего лидера от известного во всем мире проповедника Генри Мадава. Два раза в неделю вы имеете возможность включить прямую трансляцию на канале и смотреть богослужения Церкви Победа. Конференции, фестивали Иисуса, праздничные мероприятия – все, чем живет Церковь, вы узнаете на канале Ви Си Ти Ви. Подпишитесь на наш канал, и вы не пропустите ни одного важного события. Церковь Победа – это место для каждого. Место для всей семьи. Слава Богу! Для меня, когда Бог делает чудо, это приносит такой радость, вы не представляете. Потому что это невозможно силой человеческой. Это сила Божия, сверхъестественная сила Божия, работающая посреди человеков. И поэтому я хочу сегодня помолиться за вас, чтобы Бог сделал то же самое чудо в вашей жизни, которое Он сделал в жизни тех, кого вы увидите. Но сначала важно, чтобы вы примирились с Богом, если вы еще не знаете Иисуса. Или вы отошли от Бога, чтобы вы вернулись. Молите со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Очисти мое сердце. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Амин. Теперь я хочу помолиться за тебя. Я хочу, чтобы ты возлагал руку там, где болит в твоем теле. И своими словами проси, Господь, исцели меня. Я прошу тебя во имя Иисуса. И назови отчего? Боже, я соглашаюсь с ними и говорю, болезнь уйди, исцеление прийди во имя Иисуса Христа. Амин. Пусть Бог вас благословит. Мы вас очень любим. Напишите нам письма. Сообщите нам. Или по телефону, вайбере, ватсап. Куда угодно, чтобы мы узнали, что Бог сделал для вас. И также, если у вас есть нужды, мы готовы помолиться за вас в любое время. Мы ждем вас. Субтитры создавал DimaTorzok